Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Абонент доступен». В студии Олег Пек. Родион Золотарев мне помогает технически организовать нашу скайп-связь с сегодняшним гостем, гостем виртуальным. Но вы можете тоже присоединяться. Звонки приветствуются в прямом эфире 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, потому что тема у нас будет невероятно интересная, очень, мне кажется, такая необычная, поскольку я знаю, что невероятное количество поклонников паблика, такого сообщества, страдающего в Средневековье. Я сам являюсь тоже одним из больших почитателей этих интересных старинных средневековых миниатюр, на которых написаны современные надписи. Ну, и я знаю, что большое количество людей следит, подписаны на все эти обновления. Книга «Страдающая Средневековье. Парадоксы христианской иконографии» использует это название, однако, может быть, для тех, кто ждет, что эта книга будет просто собранием мемов, ожидает, в общем-то, сюрприз. Книгу эту написали три автора, и в их числе наш сегодняшний собеседник, культурный антрополог Сергей Изотов. Здравствуйте, добрый день. Слышно ли меня? Алло, Сергей. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я, наверное, просто сразу проанонсирую, что 11 августа Сергей Изотов приедет в Лигу, и в магазине «Много книг», которые находятся на Деглова 69D. Вы сможете встретиться и подписать, кстати, книгу, пообщаться, задать интересующие вопросы. Ну, авторы этой книги – искусствовед Дильшат Харман, медиевист Михаил Майзульс и культурный антрополог Сергей Изотов. Вот, может быть, начнем наш разговор с вопроса, что значит культурный антрополог, чтобы не возникло у наших слушателей вопросов, что, может быть, есть такие некультурные антропологи, которые, может, сморкаются в занавеске. Да, это очень хороший вопрос. Ну, культурный антрополог – это тот человек, который изучает культуру различными методами, различными методологиями. И в отличие от антропологов без этой приставки, так скажем, которые занимаются, как правило, исследованиями человека, например, черепов, древних сапиенсов, культурный антрополог, в принципе, может заниматься абсолютно любыми темами и средними веками, и современностью, и кино, и философией, и много чем еще. Поэтому это такая достаточно гибкая профессия, так скажем, которая очень сильно отличается от антрополога стандартного. А как вы пришли к страдающему Средневековью? Каким образом вы попали в этот проект? И вот как родилась эта книга? Ну, в каком-то смысле «Страдающая Средневековья» к нам пришло, потому что мы с коллегами, с Михаилом Мазисом, с Дельшат Харман, долгое время занимались какими-то своими средневековыми студиями. И в какой-то момент к Михаилу, который давно дружил с создателями паблика «Страдающая Средневековья», пришли, собственно говоря, из этого самого паблика и сказали, а что, если написать книгу? Им, дело в том, что им поступило предложение от издательства, и они заинтересовались идеей того, что можно было бы сделать не просто альбом с смешными картинками, но какое-то исследование, которое было бы выпущено под, так скажем, брендом «Страдающая Средневековья», потому что сообщество очень популярное, как вы уже отметили. И они в какой-то момент позвали Михаила, Михаил позвал нас, и так возникла идея сделать книгу, как какой-то компендиум необычной иконографии, необычных религиозных образов. Можно ли сказать, что это, с одной стороны, даже книга-обманка, то есть ее берут в руки, может быть, ожидая юмористические мемы, и таким образом, заглотив крючок-наживку, люди получают весьма захватывающий такой науч-поп, если вас не смутит такое определение. Нет, с науч-попом как раз все нормально, потому что именно как научно-популярная книга она и задумывалась. Там нет сносок, например, этим самым мы облегчаем читателю прочтение, но в конце есть библиография, то есть, в принципе, это действительно научно-популярная книга. Обманка ли? Ну, может быть, только отчасти, потому что все-таки даже на обложку вынесена цитата из введения от создателей, страдающих в Средневековье, они говорят как раз там о том, что они хотели бы исправить в каком-то смысле ошибку, потому что когда они обычно играют средневековыми образами, они не рассказывают в своих фоцсетях о том, откуда же они появились. Хотя на самом деле это тоже небольшое лукавство, потому что у них было несколько образовательных проектов и большое количество рассказов о том, откуда же все-таки взялись эти изображения. Но их было, конечно, гораздо меньше, чем самих смешных картинок. И поэтому эта книжка, она исключительно не о смешных картинках, а о том, откуда они, собственно говоря, взялись. То есть это, можно сказать, дополнение к этому паблику, которое объясняет многое, остающееся за кадром? Да, думаю, что именно так. Скажите, вот появление моды на вот именно вот это направление, этот вид мемов, чем он может быть объяснен? То есть не может ли бы так, что сейчас совпало вот то, что в моде сериал «Игра престолов», который как бы моду на средние века и вообще весь средневековый антураж очень сильно подогревает? Или еще какие-то есть факторы, которые сыграли свою роль? Ну, мне кажется, тут очень много всего совпало. Во-первых, само появление жанра мема, оно как раз стало достаточно популярным, вот примерно лет, может быть, 7-5 назад в России, когда «Страдающий средневековье» тоже как раз подхватило это нововведение, так скажем. И с самого начала было понятно, что в основном мемы – это что-то, ну, возможно, для школьников, что-то не очень интеллектуальное. Они же как бы немного перевернули эту ситуацию, они стали играть с такой абсурдностью этих мемов, потому что, с одной стороны, там какие-то смешные шутки, с другой стороны, там вполне себе серьезные изображения, иногда даже очень труднодоступные средневековые миниатюры, какие-то величественные алтари. И именно на этом эффекте была построена как раз вот эта традиция юмористическая «Страдающая средневековье». С другой стороны, интерес к средневековью, конечно же, подогревался очень большое количество времени различными продуктами массовой культуры. Но в какое-то время это был «Властелин колец». Теперь это «Игра престолов», и я думаю, что постоянно меняются вот эти сериалы, фильмы, книги, которые подогревают интерес к истории какой-либо исторической эпохи. До «Устелина колец», например, в СССР были очень популярны «Три мушкетёра». В принципе, до этого, я думаю, тоже вполне себе были какие-то источники любви к средневековью. Тот же самый Айвенга, например. То есть в какое-то время он был определяющим трудом. Скажите, в одном из интервью просто вы говорили о том, что ещё совпал один фактор – то, что примерно около 10 лет назад началась массовая цифровка рукописей и манускриптов, которые до этого времени были недоступны для массового, скажем, зрителя, пользователя. Их можно было увидеть только специалисты в музеях. Вот какую роль сыграло то, что огромный пласт вот именно этих иллюстративный попал в сеть? Да, это абсолютно верное замечание. Вот только вчера я листал книгу, которая была издана в Ленинграде ещё очень-очень давно, больше 50 лет назад, и она посвящена одной из выставок миниатюр. И на этой выставке было всего лишь где-то около 50 этих самых миниатюр, а в каталоге приведены изображения где-то 15. И по сравнению с тем, что сейчас есть в сети, это сотни тысяч книг, не только миниатюр, а именно книг, в которых может быть ещё несколько сотен миниатюр в каждой, это, конечно, несравнимые масштабы. И оцифровка, да, она началась не так давно, и массовый быстрый доступ, не лимитированный к интернету, тоже, в принципе, начался примерно где-то лет 10 назад. И всё совпало так, что теперь в один момент каждый человек, в принципе, уделив немного времени поиску, может найти гигантское количество миниатюр, и тут у него возникает вопрос, а что с этим всем делать? Потому что до этого мы не видели, условно говоря, ни одной, а теперь мы получаем тысячи и чуть ли не миллионы этих самых миниатюр. Мы не знаем, о чём они были нарисованы, кем они были сделаны, и тут нужна гигантская работа. Естественно, музеи, библиотеки, они каталогизировали весь этот материал. После этого люди уже, которые, так скажем, пользователи интернета, начали выкладывать самые запоминающиеся, самые красивые в сеть. Потом появились шутки о них, ну и потом, естественно, люди захотели узнать, а что же всё-таки на них нарисовано, потому что это не всегда очевидно, иногда там абсолютно дикие вещи, в частности, которые у нас в книге и приводятся. Да, действительно, потому что в ряде случаев многих может шокировать то, что и священное, и непристойное изображается вместе. Там епископы изображаются в виде обезьяны, там и доктора с баночками мочи, и, в принципе, даже самые какие-то сакральные священные фигуры священного писания изображаются в неканоническом виде. Вот в связи с этим как раз у меня и вопрос, во-первых, почему такое происходило, такое, ну, как с точки зрения нынешнего богохульства, и когда установились все эти каноны? Ну, дело в том, что как раз канон – это вещь достаточно поздняя. Для католической церкви канона, в принципе, визуального не было чётко определено. До XV-XVI века, да и после, было очень много разночтений, так скажем. То есть если в православной традиции есть специальные сборники, написанные для иконописцев, и там написано, как нужно рисовать того или иного святого и так далее, то в католическом мире разнообразие было куда более великим. И вот вы упомянули как раз о враче, который держит склянку с мочой. Ну, ладно врач, ведь есть изображение, где сам Иисус Христос держит эту баночку. И, в принципе, ничего предосудительного люди в Средневековье в этом не видели. Во всяком случае, в Средневековой Голландии, где это изображение возникло. Потому что это была аллегория того, что Иисус – он настоящий врач. И для того, чтобы приблизить Иисуса, так скажем, к современности, его изобразили в одеждах современного врача, чтобы было понятно. Вот он стоит, рассматривает баночку, так же, как настоящий врач мог это делать в то время в Голландии. Поэтому эти образы, они намеренно богохульными никогда не были. Как правило, конечно же, были... Да-да, Сергей, простите, у нас что-то случилось со связью. И не слышно, Сергей, мы сейчас попытаемся наладить связь. Пока я просто напомню, что есть возможность позвонить в эфир, задать вопросы по телефону 67212-93-9 и 67213-93-9. И я также напомню, что Сергей Изотов, культурный антрополог и младший научный сотрудник библиотеки герцога Август Вольфенбюттель, аспирантер ГГУ, приезжает к нам в Ригу, и встреча состоится 11 августа в 19 часов. Да, Сергей, вы слышите нас? Да, конечно. Да, извините, просто связь с ним прервалась. Могли бы вы продолжить тогда свою мысль? Да, но речь шла о том, что визуальный канон католической церкви, он не был как-то особым образом регламентирован до очень позднего времени. И когда начинают на соборах обсуждать возможности этой регламентации и говорить о том, какие образы, в принципе, не очень подобающие или нежелательно, все эти дебаты идут очень-очень долгое время. Сначала это воспринимается как простая рекомендация, и только к веку, может быть, в 17-м их начинают более или менее выполнять. И поэтому мы видим какую-то просто безграничную фантазию в изображениях европейских, изображениях западных, которые ничто не сдерживают, никакие каноны, никакие традиции, и разве что только сама фантазия художника. Он волен, в принципе, изображать все, что нужно, в каких-то рамках допустимых для религиозного сознания, для религиозной ментальности того времени. Ну и эти рамки постепенно создаются и становятся все более и более жесткими, потому что вот книга, как раз-таки ваша книга «Страдающая средневековье» начинается с примера, когда после Первой мировой войны Германии возникает такое резонансное дело об оскорблении чувств верующих в связи с изображением Иисуса Христа в противогазе. То есть вот когда, получается, что это скорее больше уже изобретение XX века, такое почтительное, строгое отношение к канону? Ну, это почтительное, строгое отношение, оно вырабатывалось веками. Вот как раз тот собор, о котором я начал говорить, церковно-эпидемский собор, он прошел в 1563 году, и тогда как раз приняли специальный декрет, который касался того, как правильно нужно почитать святых и как правильно их нужно изображать. Но, однако, поначалу это были рекомендации. Потом возникают специальные труды о священных картинах и образах, например, который был написан Иоанном Маланусом, или другими различными учеными-теологами, и они писали о том, как правильно нужно изображать те или иные вещи. Например, Святую Троицу. Вот у нас в книге есть отдельная глава про то, что Троицу очень часто изображали как трехгалового монстра, такая монструозная Троица. Причем она не очень сильно отличалась визуально от, например, изображения дьявола, который тоже очень часто был трехгаловым на средневековых миниатюрах. Скажите, рогатый Моисей, вот эта ошибка переводчиков Библии, даже скульптура Микеланджело, если вспомнить знаменитая, она также изображает его с рожками, или это были какие-то тоже объяснения другие? Да, и на то время это был Урбан VIII, он уже запрещает. И через еще век, в 1745 году уже другой папа еще раз запрещает эти изображения. Это показывает, что, в принципе, эти запреты не действовали. Да, опять у нас, к сожалению, вот что-то случилось со связью. Абонент бывает доступен, бывает не совсем доступен. Сергей, слышите ли вы нас? Вот сейчас мы просто пытаемся наладить связь. И пока мы пытаемся снова перезагрузиться, я еще раз напомню, что встреча пройдет в магазинах «Много книг» на Д-глава 69Д 11 августа в 19 часов. Да-да, Сергей, пожалуйста. Да-да. И мы говорили о том, что в XX веке ситуация, конечно, кардинально меняется, потому что эти вещи начинают координироваться не церковью, а уже светской властью в большей степени. Да, и потому что я во многих интервью встречал, именно постоянно вас спрашивают, возможно ли было бы создание такого вот паблика, страдающего русской средневековья. И, ну, как правило, выражается сомнение, что здесь бы, скорее всего, возникли бы большие проблемы из-за статьи об оскорблении чувств верующих. Так ли это? Ну, я думаю, что, с одной стороны, действительно были бы проблемы, хотя, с другой стороны, страдающая средневековья уже подвергалась, так скажем, атакам, и один политический активист пытался подать на них в суд, и, в принципе, это не увенчало с успехом, но сам прецедент он показателен, да, то есть он именно оскорблялся с издержанием их шуток, говорил, что невозможно шепутить правосвященное изображение, однако вот Михаил, например, очень часто отмечает, что, в принципе, католическая традиция, она у нас не воспринимается как своя, то есть для нас это все равно какая-то экзотика в каком-то смысле. Когда мы смотрим на эти изображения, мы не ощущаем, что мы готовы оскорбиться, если к ним приписали что-то смешное. С другой стороны, если поставить православную икону и написать что-то рядом с ней смешное, это уже, скорее всего, будет в рамках действующего, во всяком случае, ВРФ законодательства, наверное, чем-то не совсем законным. Но и с третьей стороны, в принципе, изобразительная традиция Руси, она не настолько безгранична, фэнтезийна, так скажем, как европейская. Все-таки там гораздо больше специфических явлений, таких, как маргиналии, где может происходить вообще все, что угодно. И очень много странных, необычных сюжетов и отсутствие канона, который как раз в русской церкви был определяющим для визуальных каких-то проявлений религиозных. Поэтому мы там не увидим столько странных сюжетов, сколько мы их увидим в европейском Средневековье. Мы сейчас буквально сделаем небольшую паузу. Сергей Изотов, филолог, культуролог и младшинаучный сотрудник библиотеки герцога Августа и аспирандер ГГУ сегодня у нас на связи, соавтор книги «Страдающие Средневековье». Мы вернемся буквально через пару минут в студию. Продолжается программа «Абонент доступен». Я напомню, что сегодня виртуально в нашей студии присутствует Сергей Изотов, филолог, культуролог, один из авторов книги «Страдающие Средневековье. Парадоксы христианской иконографии». Книга, в которой более 600 иллюстраций. И я уверен, что если мемы вы можете найти «Страдающего Средневековье» в интернете, вот объяснение, что это такое, что это значит, вы найдете только в этой книге. 11 августа в «Много книг» на «Деглава 69D» вы сможете встретиться с автором этой книги. Сергей, вот скажите, пожалуйста, в одном из интервью вы говорили, что одна из целей этой книги – поколебать уверенность массовой культуры в том, что, цитирую, «средневековый человек вставал с утра, надевал шлем, рубился насмерть на турнире, сжигал пару еретиков, спасал красавицу в башне, перед сном надевал чумную маску и засыпал». Вот насколько действительно отличаются люди Средневековья от наших соотечественников? Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, и с одной стороны отличаются они очень заметно, а с другой стороны в чем-то очень даже похоже. Но вот в чем все-таки разительное отличие, так это, наверное, все-таки отношение к религии, потому что в Средневековье сложно себе представить человека нерелигиозного, человека, который не то что атеист, а просто не придает какого-то внимания существенного теме религии в своей жизни. Религия, она пронизывала жизнь любого средневекового человека, и несмотря на то, что сегодня, когда исследователи находят все больше и больше так называемых микроисторических свидетельств, когда простые люди, крестьяне, мельники, кто угодно, пишут, естественно, не сами пером по бумаге, а посредством, например, инквизиции, которая их допрашивает о себе что-то, они иногда все-таки признаются в том, что они были богохульниками, они не верили в Господа, но это единичные случаи, как правило. То есть, конечно, бывали исключения, однако, в принципе, цивилизация устроена другим способом. У христианского Средневековья есть цель, которой каждый человек стремится. Это царство небесное и, собственно говоря, наступление скорейшее второго пришествия, на котором отделятся агнцы отказались, и люди, праведники победят неправедных людей и иноверцев. Поэтому, в принципе, сегодня у человечества, в том числе западноевропейского, такой вот единой цели нет. Однако, в чем же похожи были эти люди на современных, наверное, в том, что у них были те же самые тревоги, опасения, страдания, что вынесено на обложку этой книги. И если вот даже посмотреть на эти самые необычные иконографические сюжеты, то заметно, что на самом деле человек не так сильно изменился, потому что людей средневековых интересовало, в принципе, то же самое, что и современных. Если они развлекались, они просили, требовали тех же самых тем, что и человек сегодня. Это насилие, это какой-то юмор, иногда похабный. Это в том числе вот то, что мы говорили о святотатстве, это в том числе смех над церковью, но это смех совсем не как сегодня. Если сегодня можно над церковью смеяться серьезно, то в то время, конечно же, люди смеялись, а потом шли молиться. То есть это было немного по-другому. Поэтому мне кажется, что на самом деле средневековый человек гораздо ближе к современному, чем обычно пытаются люди представить. Потому что чувства человека, они остались теми же самыми, и то, что изменились исторические обстоятельства, это внешнее наносное. Нет ли еще одной какой-то действительно общей, вы ее упомянули, черты каких-то таких эсхатологических настроений, когда люди ждали второго пришествия, конца света, но практически сейчас такое постоянное тревожное ожидание, не знаю, конца света в результате ядерной войны или какого-то кризиса, когда это все нагнетается. Нет ли здесь каких-то параллелей? Ну да, в современном искусстве, в современной культуре очень часто проводятся параллели христианского и постхристианского общества. Например, современный Иисус Христос – это супермен, который может всех спасти и чуть ли не мертвого воскресить, а сам бессмертен и летает над землей. А с другой стороны, вот это ожидание конца света, оно может быть таким прообразом ожидания какой-то последней войны, какой-то ядерной войны или то, что во время Холодной войны было. То есть эти параллели, они, конечно же, присутствуют. И в современной культуре очень много на поверку определяется вот этими христианскими образами. Скажите, вот эротизм, он присутствовал ли в, опять-таки, вот иконографии Средневековья? И что означали изображения фаллосов и женских плавных органов на иконографии, на фресках в церкви? Ну, это достаточно тоже обширная тема. С одной стороны, есть просто упоминание о каких-либо, так скажем, игривых эпизодах жития некоторых святых. Вот, например, есть житие святой Евгении, монахиня, которая хотела выглядеть как монах. И тут такая вот ревестия, получается, изображается в житие. Или, например, святой Иероним, знаменитый святой, очень известный, авторитетный. Иногда он изображается в женском платье. Это вот тоже связано с его житием. Есть такой эпизод, когда монахи другие решили пошутить над ним, и пока он спал, переодели его в женское платье. Естественно, это выглядело комично, потому что бородатый мужчина такой весь статусный и в годах одет в женское платье. Это вызывало комический эффект, такой же, как и сегодня. Но что касается этих самых раннего средневековья, которые мы находим действительно в декоре церквей, во внешнем декоре, как правило, там очень много. Да, вот на самом интересном месте опять у нас пропадает связь. Пока я напомню, телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399. И напомню, что с нами на связи Сергей Изотов, филолог-культуролог, с автором книги «Страдающие средневековье». Мы говорим о том, чем отличаются люди средневековья и отличаются ли от наших дней. Вот мы остановились буквально на самом интересном месте. Сергей, как-то прервалась связь. Можно ли подскорить еще раз? Да, вот эти эротические образы, о чем же они говорили? Но есть очень много теорий. Во-первых, эти образы, как правило, были вовне церкви, они не были обращены, так скажем, к алтарю, они были снаружи. Там же, где, например, вот эти ужасные горгули или какие-то еще очень необычные образы, обычно на европейских церквях расположены. И одна теория заключается в том, что это были апотропеи, то есть изображения, которые призваны были прогонять злых духов, охранять церковь. Считалось, что демонстрация половых органов, она вела к тому, что дух должен был в стеснении или в отвращении убежать скорее от этого места. Это одна теория. Другая теория заключается в том, что это чисто христианская символика, которая показывает, как выглядят страдания грешников, которые прелюбодействовали при жизни в аду. Они по-всякому скручиваются и выглядят не совсем благопристойно именно потому, что так они страдают. Это их посмертная кара. И, в принципе, мы сейчас не можем с точностью сказать, что же все-таки первоочередное в этом было. Возможно, тут было совмещение нескольких каких-то целей. С одной стороны, показать, как грешники страдают, а с другой стороны, прогнать нечистого от церкви. Есть ли какое-то отличие в чувстве юмора средневекового человека и современного? Вы упоминали моменты такого перевернутого мира, когда мужчина в женском платье, бородатый. Юмор, который, в принципе, используется и сейчас, когда что-то переделывается в прямо противоположное. Я думаю, что да, этот самый перевернутый мир, о котором нам впервые рассказал Михаил Бахтин, он является такой основой, можно сказать, средневекового юмора. И мы видим, как олени бегут за волками, как зайцы стреляют в рыцаря, как улитки побеждают силачей на полях этих самых рукописей, которые мы исследуем. И иногда этот перевернутый мир, он касается и религии тоже. Иногда мы видим, что не только животные там принимают участие, да, но и святые. Например, в одном чистословии изображается апостол, которого убивают, ему отрубают голову. И рядом, буквально в нескольких сантиметрах от этого священного изображения, нарисован рыцарь, который также в таком же абсолютном жести замахивается на зайца и пытается, видимо, тоже отрубить голову ему. И в этом заключался следующий смысл. Заяц, он средневековыми исследователями рассматривался как существо, которое может менять свой пол с женского на мужской и обратно. И одновременно существо очень трусливое. И зайцы поэтому символизировали людей, у которых как бы двоятся мысли, которые не могут определиться, что они хотят, не могут быть твердыми на своем пути. Поэтому, с одной стороны, можно было посмеяться над таким вот трусливым зайчишкой и одновременно и над апостолом, потому что это момент, когда можно быть трусливым, так скажем. Но, с другой стороны, после этого, естественно, человек продолжал молитву, потому что «Часослов» — это книга, которая была нужна именно для каждодневной молитвы. — Скажите, а понятие политкорректности, которые сегодня доминируют в Европе, в Америке, и которые, в принципе, пытаются продвигать дальше уже в страны Востока, и в том числе и в России, вот насколько это понимание современной политкорректности не вступает ли в противоречие с какой-то попыткой посмеяться над миром, как-то не воспринимать его серьезно? И вот ваше личное мнение, вот насколько удастся ли привить вот эту, так называемую, политкорректность уже за пределами Европы? — Ну, я думаю, что было бы неплохо, если бы все-таки удалось ее привить. Но что касается Средневековья, там, конечно, политкорректность — это абсолютный нонсенс, там ее, как правило, нет. И, ну вот, например, в алхимическом трактате, которым я занимался, книга Святой Троицы, автор напрямую говорит, что нужно алхимику, христианину, держаться своих людей христианских и нужно делать философский камень для того, чтобы победить следующие категории лиц. И тут вот как бы вся политкорректность исчезает. Он говорит, что нужно не просто победить, а истребить всех мусульман, истребить всех евреев, истребить всех еретиков, которые тогда наводнили буквально Европу, ну, вы знаете, гуситы, позднее катары и так далее. То есть вот он пишет о том, что, в принципе, второе пришествие, оно уже давно началось, и каждодневно любой христианин, он должен выполнять свою высшую цель, а высшая цель — это победить врагов. А враги — это все нехристиане. Поэтому он очень как бы пафосно и очень безальтернативно предлагает просто-напросто устроить геноцид вообще всех нехристиан. И вот эта точка зрения, она, конечно, радикальна, но не то чтобы сильно нехарактерна для средневековья, потому что все-таки мы знаем, что были гонения и на евреев постоянные, и какие-то моменты, естественно, разные культуры взаимодействовали, и мы знаем очень плодотворные примеры таких взаимодействий. В частности, арабы, которые жили на территории Испании, они какое-то время дружили, какое-то время воевали с европейскими государями, то есть тут, конечно, сложно сказать, была ли в средневековье такая же политкорректность, хотя бы близкая к тому, что сейчас транслируется в европейском сообществе. Но мне кажется, что, скорее всего, нет. Скорее всего, все-таки можно говорить скорее об ее отсутствии. Ну вот один из примеров такого болезненного восприятия, наверное, это фреска страшного суда в Болонье, в соборе Сан-Петронь, где изображается в аду пророк Мухаммед, и радикальные исламисты пытались даже, по-моему, взорвать эту церковь. Да, кажется, дважды. Даже дважды, да? Ну то есть вот насколько получается, что это действительно провоцирует такое болезненное восприятие даже дел давно минувших дней? Ну понятно, что для радикальных исламистов это не дело давно минувших дней. Для них это оскорбление, которое происходит здесь и сейчас, и в этом смысле можно вспомнить средневековые же примеры, примерно противоположные, да, когда сами католики рисовали католических монахов, иногда даже Папу Римского в аду, и тем самым показывая, что в принципе в аду может находиться любой человек, неважно, что у него нет каких-то регалий, не только крестьяне пойдут в ад, не только неблагочестивые горожане пойдут в ад, пойдут в ад даже и монахи, и даже высшие какие-то клирики, высшие чины церкви, просто потому что они вели грешную жизнь. И вот такая вот даже не самая ирония, а, наверное, попытка показать, что каждый человек, он ответственный перед Господом одинаково, она была характерна для католической церкви ровно до того момента, когда начинаются религиозные войны между протестантами и католиками. Тогда такие изображения начинают запрещаться. И вот в этой обстановке, не мирной, так скажем, как раз любое изображение становится потенциально оскорбительным. То есть, в принципе, то, что сейчас происходит, наверное, тоже показывает, что скорее различные, так скажем, цивилизации находятся в каком-то противостоянии, скорее, чем в каком-то взаимодействии друг с другом позитивном. Поэтому и происходят такие случаи, когда хотят взорвать фрески и так далее. Хотя, в принципе, понятно, что ренессансные художники, которые рисовали эти фрески людьми другого мира, и те же самые крестовые походы были отдалены от них не так сильно, как от нас, например, сейчас. Будут ли меняться дальше каноны иконографии, в том числе, например, и русской иконографии? Я вот просто упомяну необычную очень икону Чернобыльский спас, созданную в России, насколько это является каким-то уже трендом, дальнейшим каким-то расширением границ, или это скорее какое-то исключение из правил? Ну, я думаю, что постепенно будет все меняться. Как правило, меняется иконография все-таки не православная, а грек-католическая. И вот Чернобыльский спас, насколько я помню, он в Украине был создан, и несколько копий вроде бы есть в России, но изначально именно в Украине было создано это изображение, и именно там происходит вот такое пространство столкновения православной традициональности, каноничности с католической вот этой фантазией многообразной. Поэтому возникает очень странная икона. Например, там же в Украине была создана икона футбольная, где младенец Христос на руках у Богоматери держит мяч. Это было перед очередным чемпионатом, который тогда там проводился. И, естественно, православные персоны сказали, что это абсолютное богофульство и что нельзя делать такие изображения, но более умеренно относятся к какой-то проявлению фантазии в иконографии. Это не было чем-то специфически радикальным. Да, это странное изображение, его до этого не было, но, в принципе, ничего не мешает создать и такое изображение. Поэтому я думаю, что на каких-то границах между двумя мирами, православным и католическим, будут возникать все новые и новые эксперименты. В том числе вот в России есть фрески, на которых изображаются какие-то современные персонажи. Это и президент Российской Федерации, это и какие-то современные политики, в том числе зарубежные, которые очень часто оказываются в аду, когда, например, царь Николай II, Путин оказываются по другую сторону, рядом с Богородицей, Христом и так далее. То есть, в принципе, эта традиция, она очень старая. И политиков очень давно рисовали в аду, в раю, чтобы показать их близость, их правильность, их праведность. Поэтому, в принципе, это даже не эксперимент, это скорее продолжение традиции. Но вот какие-то действительно радикальные вещи, они для православия не характерны ни в архитектуре, потому что было очень много разговоров, почему бы не обновить православную архитектуру, не сделать ее современной, так как это, например, происходит с католической или протестантской архитектурой в Скандинавии или в Северной Европе, там, где храмы становятся просто каким-то невообразимыми конструкциями, больше похожими на Баухаус, чем на что-то такое традиционное. Но до этого еще очень-очень много работы. И для этого требуется какое-то обновление церкви, на которое, я думаю, что сейчас русская православная церковь не готова пойти. У меня вот вопрос, на который просто тогда прервалась связь, и, очевидно, меня не расслышали, по поводу Рогатого Моисея. Вот есть версия, что это просто неправильный был перевод из Библии, но знаменитое его изображение, в том числе и скульптура, там, Микеланджело. Что это вот в вашем понимании? Это была какая-то ошибка перевода или это было сознательное изображение? Да, но вот мы как раз в книге развенчиваем миф о том, что это была ошибка, потому что Ироним Средонский был очень опытным переводчиком, и он знал прекрасно и древнееврейский язык, и греческий язык, и когда он переводил, он учитывал оба перевода. И в иврите это слово действительно, это, насколько я помню, гапокс, то есть слово, которое появляется один раз только, оно очень странное, и оно одновременно похоже на лучи, да, вот которым описывается лицо Моисея, когда он сходит с горы Синай, оно одновременно отсылает и к лучам семантически, и к рогам. И увидев такую вот амбивалентность этого слова Ироним, принимает решение перевести его как рога не потому, что он плохо подумал или не понял, что там написано, а потому что, в принципе, символика рога, она в Ветхом Завете особенно была очень распространенной, и рогом называется даже Господь. И очень многие вещи символически передаются вот через эту метафору рога. Рог – это как бы символ власти царской и божественной, соответственно, тоже. Поэтому Ироним, с нашей точки зрения, выбрал это абсолютно осознанно, причем он даже в комментариях к Библии пишет о том, что рог – это очень важная библейская метафора, и из этого уже можно сделать вывод, что он предельно точно относился к таким вещам, поэтому перевод, скорее всего, тоже, во всяком случае, ему казался точным. Можно ли ожидать, что следом за этой книгой последует продолжение, потому что, ну, наверняка ведь огромное количество тем, понятий еще осталось за кадром, а интерес аудитории, учитывая вот такой нарастающий интерес к Средневековью, огромен? Ну да, интерес действительно достаточно большой, и когда мы хотели только делать эту книгу, издательство предложило выпустить 2000 экземпляров, а в итоге уже более 40 тысяч, и говорят о том, что у нас будет новый тираж, возможно, к зиме. Вот, поэтому мы сейчас обсуждаем то, что можно было бы сделать, мы думаем действительно над продолжением, и, возможно, это будет уже другая эпоха, но мы постараемся сделать так, чтобы темы, звучавшие в предыдущей книге, имели бы как бы прямое продолжение уже в новой эпохе, да, то есть иконография же развивалась, и эти визуальные эксперименты, которые были в X веке по XV век, они не единственные, и после этого было еще очень много интересного и необычного. Ну вот, к сожалению, время нашей передачи завершилось, но если у наших слушателей возникнут вопросы, я призываю всех просто прийти на встречу с Сергеем Зотовым 11 августа в 19 часов, магазин «Много книг» на ГД глава 69D, задать эти вопросы, приобрести книгу «Страдающие средневековье», поверьте, вы получите громадное совершенно удовольствие, потому что более 600 иллюстраций, уникальный текст. Огромное спасибо, Сергей, за то, что вы нашли время пообщаться с нами, и до встречи в Риге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok